С каждым годом уровень корпоративной культуры донецких компаний растет, так утверждает Александр Кудерко, главный специалист рекламно-производственного агентства. Чаще всего такие презенты, как футболки, чашки и канцелярские товары, заказывают для своих сотрудников частные фирмы, страховые компании и банки. Александр считает, что выбор подарков для партнеров и сотрудников уже давно стал неотъемлемой частью стратегии престижа. Каждый год дарить одну и ту же вещь, ну как бы она наскучивает. Хочется подарить то, что нельзя купить где-то в магазине. Поэтому вы пытаетесь что-то придумать, либо что-то сделать именно индивидуально. Необычные идеи предлагают и фирмы по организации праздников. Сценариев у них миллион. Например, как эта вечеринка по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Что такое корпоративная трапеза? Часто программы таких праздников носят интерактивный характер. Каждому сотруднику здесь отводится определенная роль. И все это в костюмах с декорациями и праздничным шоу. Когда люди приходят на корпоратив, их встречают аниматоры, афро-шоу, различные велкам дрин, бармены, таморезки, шоу африканских барабанов. И весь вечер проходит полностью в интерактиве. Гости участвуют, учатся танцевать, петь, выступать. И проходит все в атмосфере Гавайи. В ивент-компаниях говорят, что минимальный бюджет на одного человека составляет 600 гривен. При этом в Донецке сейчас достаточно руководителей, готовых устраивать своим сотрудникам более масштабные вечеринки. Такие мероприятия редко обходятся без звезд шоу-бизнеса. А те, кому известны исполнители не по карману, приглашают менее дорогостоящих культмассовиков. Сейчас многих заказчиков уже не удивишь красивым столом или банкетом, говорят в ресторанах. Поэтому приходится конкурировать не только в кулинарном мастерстве, но и искусстве креативных новогодних идей. Нельзя удивить просто каким-то красивым столом и банкетом. Конечно же, зачастую новогодние мероприятия или корпоративы, связанные, возможно, с годовщиной компании, либо Новый год накануне. Конечно же, это разнообразные программы, в основном они стилизованные. Мне кажется, в последнее время все-таки это а-ля диско 80-х, Олимпиада, опять же, 80-х. И вот еще был у нас недавно корпоратив «Гламур» и «Антигламур». Модными в Донецке остаются и корпоративы в спортивно-развлекательном формате. Например, вечеринки на льду. Но такие мероприятия, как правило, обходятся без спиртного. Организаторы объясняют, слишком высокий риск получить травму. Тем не менее, такие праздники, по их словам, недорого стоят и полезны для организма. Игорь Ермолатий, Андрей Кораблев, Алексей Костюк, Панорама.